Третий год подряд в Щелковском музее собираются краеведы, чтобы обменяться информацией о том, какие книги по истории Малой Родины были изданы в уходящем году. В этот раз презентовали не только щелковские издания. Свои новинки привезли гости из соседних районов. Интерес у жителей нашего города и нашего района огромный, книгам именно по истории Малой Родины. И поэтому, соответственно, есть стимул авторов работать. И мы, в общем-то, помогаем краеведам. И помогаем не только своими фондами, которые у нас есть, какими-то своими знаниями, но и пытаемся также их направить к нужным людям, спонсорам, решить вопрос финансов. Потому что издать книгу сейчас хорошего качества очень дорого. Приветствуя участников, глава городского поселения Щелково Александр Шалыгин спел, как он выразился, оду книги, которую никогда не заменит электронный гаджет, сколько бы информации он в себе не хранил. Наверное, вас смысла нет призывать, а в телевизоре покажут. Я хочу призвать всех. Друзья, давайте будем относиться к книге бережно. Я по-доброму завидую каждому из вас. Вы очень богатые люди, вы очень счастливые люди, потому что то дело, которое вас объединяет, и те направления, которые сегодня собрали вас здесь, они дарят настоящее счастье. Несколько изданий в год юбилея Победы посвящены этой дате. Фрязинские краеведы Милиан Федоров-Чеберака и Георгий Ровенский выпустили книгу, посвященную Щелковскому батальону народного ополчения. Вышла книга памяти чкаловских летчиков ГК НИИ ВВС. Не осталась незаметной статья исследователя Олега Сорокина, который открыл ранее неизвестное имя нашего земляка-героя, кавалера трех орденов славы Виктора Кривоногова из села Анискино. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что наиболее заметное издание этого года «Альманах по истории Щелкова», вышедший к 90-летию нашего города. Его автор – фрязинец Александр Послыхалин, хорошо известен тем, кто пользуется электронными ресурсами. Много лет он ведет интернет-журнал «Подмосковный краевед». На его основе и подготовлены книги об истории Щелкова, а чуть раньше – поселка Фрянова. Александр говорит, что книжку задумали совместно с краеведом Галиной Чехеревой. В подготовке, разумеется, помог музей. В силу разных причин издание «Общество» наше задержалось, а за пять лет, которые я потратил на работу над своей частью, много появилось нового материала, который, конечно же, просто грех был его дальше придерживать. Из-за того, что такая юбилейная дата замечательная, Щелкова, я решил это дело опубликовать. Надеюсь, читателям Щелковским будет интересно, несколько новый подход к истории города. На страницах представлены уникальные фотоматериалы, рассказы о достопримечательностях, топонимике, интересных людях, воспоминаниях старожилов, фоксимеля дореволюционных изданий. Собранные обобщающие сведения по истории Щелкова, ничего подобного раньше не издавалось. Книга продается в музее и пользуется большим спросом. Тираж закончился, пришлось новый выпустить. Кроме печатных изданий, на презентации был отмечен цикл репортажей Щелковского телевидения, подготовленный к 90-летию Щелкова. Тем самым, как было отмечено, краеведческая работа вышла на новый уровень. А прямо накануне этой встречи поступило из типографии еще одно издание – фотоальбом, который называется «Щелково. Город. События. Люди», где собраны лучшие работы, организованного музеем ежегодного фотоконкурса. И еще о фотографиях. К дню рождения города музей подготовил тематические стенды с фотографиями разных лет. Их выставляли в День города, а теперь все желающие смогут увидеть стенды в музее. Ирина Микеда, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».